Жуткая трагедия в Павловском районе. Человек погиб в котловане с пометом местной птицефабрики. 73-летний Евгений Иванович Фомичев на личном тракторе поехал в лес за грибами. В поле, рядом с дорогой, Павловская птицефабрика организовала отстойник для вымываемых из курятников отходов. Глубина котлована несколько метров, а с виду как будто просто грязь. Евгений Иванович решил срезать путь до леса. Искали его всей деревней с привлечением волонтеров. Позвонили утром мне люди. Человек пропал хороший. Ну поехали искать. Гонялись по лесам, внутрища. И здесь вокруг объехали. Вот нашли по следам его. В яму, в яму говно ушел. Был взят шест. Была протыкана вот эта пойма, которая вот там образовалась. В ходе такого метода было обнаружено некое препятствие. Что это за препятствие, мы точно не знаем. Возможно, это бревно. Возможно, это еще что-то. Возможно, это искомый трактор. Пока нет точных данных, мы ничего утверждать не можем. Там вот, нащуплено там. Уже и тело нащуплено? Нет, нет, тело нет. Трактор тут. А он как-то заехал-то почему? А кто его знает? 73 годы человек. А куда он поехал-то? Грибы искал. Там месторождение белых грибов. Раз заезд, два заезд. Мы были там, смотрели он. Заехал, развернулся. Может, набрал, может, нет. Назад уехал. Вот на дорогу опять выехал. Ну, как сюда попал, вот тут знаков роса. То, что года, 73 года. Тут на всяко надумаешься. Может, сердце, может, инсульт, может, что-то чего. Всю жизнь проработал на тракторе, в сахозе работал. Ну, это его личный. У него свой личный, он его давно купил. У него около дома гараж. Он на нем пашет, садит, культивирует, попахивает. По хате, проработает, все, что можно. Ну, сейчас, возможно, был удар об воду, куда подняли первый раз, сорвался это. Может, дверки открылись, может, он и вывалился, значит, там ее надо искать-то. А вы работница в птицефабрике? Для него это представляется, извините. Ну, знаете, что произошло-то? Пока нет. Пока ничего не уйдем. Ну, то, что мужчина пропал, Евгений. Ну, мужчина пропал. А как пропал? Неизвестно пока еще, куда он пропал. Смозят это, жидкий помет в птицефабрике, как отстойник. Хранилище. Технология очистных сооружений в птицефабрике Павловске подразумевает сбор илового осадка и складирование его в котловане. То есть, это иловый осадок, который собирается и складироваться. Вот земляной вал, который перед заездом, он с трех сторон очень большой. Ну, в принципе, вот там, ну, вы, наверное, увидите, видно, что, в принципе, дороги нету и проезда там нет. Да, и то есть, ну, светлым днем там, конечно, не знаю, как туда ехать. То есть, это также, например, вот, ну, из дороги можно съехать воврат. Не везде же у нас стоят дороги загородительные. Видимо, пытался вылезти. Ваши родственники, да? Кабина пустая. Значит, он там где-то. Живой вылезти, из этой жижи уже не вылезешь. Это не в чистой воде. Тут кирдек останешься там. То есть, думаете, 100% погибнет? Да, наверное. Сейчас вот как его теперь найти? Только ткачивать, выбирать вот эту вот яму. Ее не ткачаешь. За месяц ее не выберешь. Водолаза. Водолазы-то они, что увидят это там? На ощупь. Или вариант. Вот кошка, кошка искать. С одежды зацепится. Как с колодцем вылавливать. Надеемся найти обязательно. Сделаем все, чтобы поднять тело. В конце концов, после более суток ныряния в зловонную жижу, тело Евгения Ивановича было извлечено. Но остались вопросы. Почему этот куриный помет в птицефабрике стал куриной ловушкой? Ведь когда солнце высушивает верхний слой, это как будто просто земля. Почему котлован не был должным образом огорожен и обозначен? Понесет ли кто-нибудь ответственность за трагическую гибель человека? Пока ответов на эти вопросы нет. Уголовное дело не возбуждено. Следственный комитет пока только проводит проверку.